Друзья, всем привет! Меня зовут Ярослав Степанов и позади, наверное, самый заметный бой сегмента боев на голых кулаках в этом году. Артём Лобов вышел драться с серебряным призёром Олимпиады и непобеждённым боксёром-профессионалом Денисом Беринчиком. Итак, что запоминающегося приключилось в поединке и в том, что его окружало? Во-первых, конечно, это выход Беринчика. Раньше он появлялся и в образе гладиатора, и в тюремной робе, и в костюме олимпийского мишки, и в банной атмосфере, и в костюме Халка, короче, по-всякому. Сейчас он подключил любовь к сериалу Острые козырьки. Выглядело эффектно. Томашел бьет. Всё нормально. Англия. Ты был в образе... Англия как-то бьет Кефсина сучастного бокса. Ну а сам бой... Сам бой получился довольно односторонним. За 4 раунда Лобов пережил 2 нокдауна, еле стоял на ногах и впервые в своей кулачной карьере проиграл досрочно, не сумев выйти на 5 раунд. К сожалению, видео боя пока на канале Махач нет. Нет, мы ещё на платформах своих в соцсетях не выкладывали. Он сейчас доступен только на Мегуго и на Файт. А когда планируется запустить? Дня 3 где-то. Лобов беринчик именно такой? Да, именно этот бой одинок один. Не потеряете? Потому что сейчас вроде уже все обсуждают итоги. В плане хватов ютуба потеряем, в плане денег на пейпервью заработаем больше. Зато есть лучшие моменты на канале Мегугоспорта. Ссылочку оставлю в описании, а в маленьком окошечке слева вы сейчас можете наблюдать мини-отрывки оттуда. К сожалению, больше показать не могу, иначе есть риск поймать жалобу. Но уверен, те кто хотел, уже нашёл как посмотреть полный поединок. После боя Артём заявил, что по всей видимости он завязывает с выступлениями, так как искреннего желания выступать осталось не так много. Хотя, кто знает. Возможно эмоционально. Он, Витя Маори, каждый раз заканчивая свои поединки и возвращается к нам снова и снова. Часть этой ночи Лобов провёл в больнице, зашивая рассечение и физически восстанавливаясь после боя, в котором он без преувеличения оставил всего себя, стараясь продолжать даже тогда, когда казалось, что смысла продолжать. Не было. Беринчик, хоть ему, к счастью, и не понадобилась медицинская помощь, к интервью после боя оказался не сильно расположен, но общими усилиями с боксёром Владимиром Мышевым кое-что снять получилось. Удобно, реально удобно, когда после трёх раундов, после 36 минут, знаешь, ну окунуваясь в 10 на сигарете, конечно, темп другой, знаешь, надо сразу включаться, вот тут рядышком быть. Классический бокс, он есть бокс. Пропустил. Один раз, можно сказать, предплечьем по уху и один раз встряхнули, как говорится, во втором раунде. Я такой думаю, о, в кулачечке, знаешь, ну, интересный. Корпус, да, там отдельная история, я так увидел, когда я его пробил туда в корпус, у нас прям ручки подсели, да, там и ножка поднималась, блин, там всё чётенько. Нет, не, на самом деле, я не сомневался по большому счёту. Ну, ты понимаешь, что такое, это разный уровень, да. Как желание ещё выступить? Или в российских, в американских промоушенах? Если предложат нормальную котлету и нормального бойца, тут с удовольствием, да. Ну, сразу посыпались боксёрские предложения, есть реально предложения. Ну, это более, конечно, заманчиво, чем опять так, наверное, драться. Ну, опять же, так дерёшься, хоть котлеты получаешь, а, ну, браварам, блядь, как обычно, таксиста какого-то будем гасить, нахуй, он, блядь, приедет, бать, с этого, с какого-нибудь Таиланда, с коробков вылезет, я убийца, я, да, набил рекорд. И потом пишут обычно, и после этого всё, как херня, атака, хорошо. Ну, а что поделать? Что поделать, да. Ну, сейчас, конечно, круто, и народу много очень, я прям, как там, рад. Подтянулись все, и в Ютубе всё, что мы рассматривали и рассказывали, и по-привию, и это впервые в Украине, которая продавалась трансляция такого. Ну, то есть она продавалась, но был бой за рубежом, там, у Усика, например. А это именно, что я замутил, можно сказать, на коне в истории. Да, слушай, это очень круто. Расскажи, вот в какой момент ты понял, что, ну, забираешь бой? Со второго раунда, это я понял, ну, когда я даже пропустил, я сразу понял, что я в кулачке. Ну, пару эпизодов он промахнулся, и я понял, что удары у него сильные были, пару раз они даже дошли до цели. Ну, увы, это классический бокс, ручки, делали своё, ноги, растяжки, протяжки на ногах. Была большая работа проделана, я же говорю, 80 тренировок, далее я себе знаю. Как чувствуют тебя руки? Руки отлично, чуть-чуть набил, можно сказать. Как Бабар Ханаков сказал, что с первого раунда ты поймёшь, что ручки чуть-чуть опухают, и они как в биточках. В принципе, так и было, ручки целые, запястья все на месте, всё хорошо и отлично. Пацаны, можно в натуре, либо что-то мы пиздим, либо, блядь, мы расходимся по домам. Я попросил. Просто казалось со стороны, что вот как раз начиная со второго раунда особо не было сопротивления, то есть ожидал ли ты, что получится настолько одностороннее, ну, по крайней мере, со стороны так выглядит? Не знаю, тяжело тренировался, и этим всем сказано, что мне было, можно сказать, со стороны вам было легко. Хотя пиздюлины там пролетали нормально, и можно было проиграть по техническим причинам, выключили свет. Но, увы, такого не случилось. Пару стрясок было. Артём Лобов тоже боец. Не ссал, рубился, открыто махал, не попал, потому что есть уклоны, есть, можно сказать, большая школа бокса, 22 года. Ну, и, в принципе, тоже плачные бои никто не отменял на улице. Чувствовал ли ты, что если бы вышел на пятый раунд, то там бы могло все закончиться, либо ты понимал, что Артём дотерпит условно? Нет, я там уже почувствовал кровь, и уже хлынул адреналин, я бы его добил бы. Я сначала не включался, так как можно травмироваться, отпускал его где-то, вытягивал на себя, но я бы включился бы посерьезнее бы, и проводил бы уже большую комбинацию серии атаки, засыпал бы. Ну что ж, друзья, на этом все. Я пока нахожусь в Киеве, попробую связаться с Артёмом, и если он согласится записаться, ждите интервью на нашем канале, ну и обязательно прислушайтесь к совету Дениса Беринчика. Всем подписывайтесь на канал, всем передайте смотреть, все, давайте, лайки, колокольчики, давайте, оставайтесь с нами, и всем передаю, чтобы вы нас смотрели. Беринчик в Махаче, еще как думаешь, это возможно? То есть, есть ли какой-то в голове, может быть, соперник для него? Да мы буквально, когда Денис дрался, уже здесь подходили профессиональные боксеры с топ-10, топ-20, WBO, WBC, и, в принципе, Иваня Редкач мне отправлял уже фотку с головой Беринчика. А, то есть он не готов? Прямо вот, когда бой был, уже все, да, уже все, все уже тут уже хотели подраться. С Редкачем Беринчик тоже, да, возможная история? На Махаче. Подумаем, будем общаться, договариваться. С Редактор субтитров А.Семкин